Вручение паспортов на главной сцене города уже стало традиционным. Его проводят на 9 мая и в День России. Сегодня документ получили 12 ребят. В торжественной обстановке на Театральной площади, чтобы для детей это было запоминающимся событием, торжественным праздником, поднимаем патриотизм таким образом наших граждан, деток несовершеннолетних. Чувствую, что стало взрослее, то есть теперь ты ответственный за все, что делаешь. Вообще флаг России это неотъемлемая часть нашей Родины. То есть Петр I поздравил слово флаг Голландии и поменял цветами сами, и получился флаг России. А утвердили его в 91 году. Это символ нашей Родины, и я очень сильная горда, что живу в такой большой стране. Я очень люблю свою Родину и горда, что я родилась в этой стране. Историки до сих пор спорят, почему были выбраны именно эти цвета и что они обозначают. По одной из версий белый цвет это свобода. Синий символизирует Богородицу, а красный – державность. Другие считают, что это символ благородства, честности и смелости. Но как бы то ни было, День российского флага сегодня – один из самых главных праздников страны. Я хочу сказать, что наша семья – глубокие патриоты. И для нас этот праздник означает многое. Также хочу сказать спасибо городу Анапе, который принял нас с распростертыми объятиями. Нам здесь очень нравится. Передаю привет всем, желаю прекрасного отдыха и с праздником, дорогие друзья. Замечательный праздник – День российского флага. Желаем всем здоровья, счастья. У нас одна страна, один флаг, одна Россия. Праздничный концерт продлился до самого вечера. В хореографических номерах участвовали лучшие коллективы города. На сцену вышли более 150 артистов. А в завершение участники фестиваля «Творчество юных» подарили зрителям гала-концерт. Субтитры создавал DimaTorzok